Важно понять, что для этого нужно. Кто-то может сказать, что это дар Божий. Но это не совсем так. Для этого существует ряд условий. Божий дар достаточно просто принять, как, например, его дар — праведность. Но есть три момента, которые мешают нам получить Божье благословение. Три причины, которые мешают получить Божье благословение. Первый — недостаток знания. Истреблён будет народ мой за недостаток ведения. Качество вашей веры зависит от того, сколько Слова вы поместили в свой Дух. Если вы этого не делаете, если у вас нет внутреннего ресурса, то из-за своего невежества вы лишитесь благословения. Вторым препятствием на пути благословения станет незнание законов веры. Незнание законов веры. Написано «не имеете, потому что не просите». А что просите? Просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Также мы читаем «а когда молитесь, прощайте, а вы молились, но не простили». Также сказано «верьте, что получите, а вы молились, но не верили в результат». Чтобы что-то получить, нужно научиться правильно, в соответствии со словом, применять законы веры. Третья и, пожалуй, самая главная причина, почему верующие не получают благословения, заключается в том, что у них нет понимания страха Господня. Нет откровения о страхе Господнем. Это главная и, возможно, единственная причина. У нас нет откровения о страхе Господнем. Печально наблюдать, как люди, приняв новое рождение, продолжают привычно грешить и делать, что им вздумается, не чувствуя стыда. Им кажется, что они нашли способ, когда и волки сыты, и овцы целы. Когда можно пуститься во все тяжкие, зная, что кровь и раскаяние творят чудеса. При этом мы нисколько не задумываемся о том, а угодно ли это Богу, или Ему это противно. Мы слишком заняты тем, чтобы и рыбкой полакомиться, и рук не запачкать. Мы хотим и в аду не обгореть, и ни в чем себе не отказывать. Мы хотим и с миром дружить, и Богу угодить. Так не бывает. Сегодня я постараюсь максимально раскрыть эту тему и молюсь, чтобы Святой Дух дал вам откровение о страхе Господнем. Дай мне откровение о страхе Господнем во имя Иисуса. «Верой я принимаю откровение о страхе Господнем». Давайте обратимся к Писанию и откроем второзаконие, 10 главу. Второзаконие, 10 глава. Понимаете, куда я клоню? Тарзаконие, 10 глава, 12 стих. Смотрите. Второзаконие, 10, 12. Кто нашел, скажите «Аминь». 12 стих. Читаем. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего, и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановление Его, которое сегодня заповедую тебе». В 12 стихе мы читаем о страхе Господнем, а также о том, что это такое. «Хочу, чтобы ты боялся Бога». А как это делать? Ходи Его путями. Бойся Бога. Как? Люби Его. Чтобы боялся Бога как? Служи Ему. Соблюдай Его заповеди и постановление Его. Все это составляющее страха Господня. Дальше. Второзаконие 13, 4. Кстати, смотрите, что он говорит в предыдущем стихе. Написано, «Чего требует от тебя Господь». Не часто такое увидишь. «Чего требует от тебя Господь». Вот каковы Его требования. Вы понимаете? Чего требует от нас Господь? Откройте этот стих. Давайте пересчитаем его. Второзаконие 10, 12. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» «Чего требует от тебя Господь Бог твой?» Другими словами, здесь говорится, «Единственное Его требование, чтобы человек боялся Бога». Вот каково Его требование. «Если хотите знать, что Бог требует от вас, запомните только одно, чтобы вы боялись Господа». Итак, Второзаконие 13, глава. «Чтобы боялся Господа». Давайте прочитаем Второзаконие 13, 4. Готовы? Читаем. «Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и глаза Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь». Что такое страх Господень? Когда я соблюдаю Его заповеди, слушаю Его голос. Страх Господень имеет одну общую составляющую. Это угождает Богу. Все это угождает Богу. Откройте книгу Иисуса Новина, 4 главу. Иисуса Новина, 4 глава, 24 стих. Книга Иисуса Новина, 4 глава, 24 стих. Спасибо, Господь. Спасибо за возможность поделиться этим с дорогими тебе людьми. Давайте прочитаем 24 стих. Готовы? Читаем. «Дабы все народы земли познали, что рука Господня сильна, и дабы вы боялись Господа Бога вашего во все дни». Во все дни. Итак, что такое страх Господень? «Когда я разделяю Божьи отношения и требования относительно греха, когда я разделяю Божьи отношения и требования относительно греха, считая, что грех — это дьявольское изобретение, и это дьявольское изобретение». Подумайте об этом. Страх Господень побуждает меня объединиться с Богом и разделить Его отношения и требования относительно греха. Понимаете? Когда мое отношение к греху схоже с Божьим отношением, это порождает страх Господень. Это порождает страх Господень. Вот что помогает мне это понять. Когда я боюсь Бога, я не делаю ничего, что может Его огорчить. Я не хочу ничем Его огорчать. Это страх Господень. Я не хочу Его огорчить. Это имеет практическое значение. Я всегда спрашиваю себя, «А это понравится Богу?» Если нет, я не буду этого делать, потому что получается, что я потерял страх Господень. Все, что противно Богу, ваши поступки, в вашу жизнь, все, что, как выяснилось, противно Богу, когда вы решаете отказаться от этого и дисциплинировать себя, а мы знаем, что если хочешь получить благословение, это потребует от вас дисциплины, верности и послушания. Дисциплина, верность и послушание. Если вы считаете себя верующим, но вам не достает дисциплины, верности и послушания, не видать вам благословения, дисциплина предполагает наличие определенных стандартов, когда вы последовательно их придерживаетесь. На верного человека Бог может положиться, зная, что самое главное для вас — исполнить Божью волю. Послушание означает, что я сделаю все, что Бог скажет. Вот что такое страх Господень, тогда как человек недисциплинированный, неверный, непослушный и сомневающийся не угоден Богу. Написано, что без веры угодить Богу невозможно. Если вы всерьез хотите научиться страху Господню, вам придется забыть свои религиозные представления о Боге и церкви и научиться настоящим, близким отношениям с Богом, твердо решив, что вы не сделаете ничего, что будет противно Ему. Понимаете? Аминь. Итак, давайте а при чем тут благословение? Послушай, сначала мы говорили о святости, теперь о страхе. А при чем тут благословение? Мне казалось, это проповедь о благословении. Помолись-ка лучше за нас, чтобы у нас были деньги, хорошая работа и все наладилось. Речь о благословении, о том, что для этого нужно. Откройте 127-й псалом. Первый стих. Понимаете, все хотят получить благословение. И разумеется, это возможно, но прежде нужно понять, что для этого нужно. не зря у одних есть то, чего нет у других. Вы скажете, у Него есть, и я тоже это хочу. А что вы для этого сделали? 127-й псалом. И давайте прочитаем первый стих вместе вслух. Готовы? Читаем. «Блажен всякий, боящийся Господа». «Господи, Господи, Господи». То есть, по Его словам, кому принадлежит благословение? Боящимся Господа. «Блажен всякий». Нет никого, кто бы был благословлен и не боялся Господа. Не зря у одних есть то, чего нет у других. Секрет в страхе Господнем. Вы скажете, как было бы хорошо, если бы у нас было, как при коммунизме, все общее. Но так не бывает. «Страх Господень». Давайте прочитаем первый стих еще раз. Готовы? Читаем. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Речь о том, как получить благословение, так? Таким образом, что является главным условием? Как написано в книге «Второзаконие», вот что от нас требуется, чтобы боялись Господа. И здесь мы читаем, «Блажен всякий, боящийся Господа». Можно знать о благословениях все, но не иметь их, пока у вас не будет откровения об этом. Я не верю о знании. Я 30 лет знал об этом. Но именно откровение о страхе Господнем побуждает вас к действию. Именно оно помогает вам выявить те области, в которых грех и мир обосновался настолько прочно, что если раньше это вас волновало, теперь нисколько не тревожит. И это откровение заставляет вас сказать, «Но уж нет, я не позволю миру ослепить меня». «Если это плохо для Бога, это плохо для меня». Да, но это нереально, это невозможно. Еще как возможно. В противном случае Бог бы этого не требовал. Выбирайте сами. Иметь в своей жизни страх Господень и благословения или «Я никого и ничего не боюсь». Но тогда и о благословении придется забыть. Я жажду. Я хочу увидеть величайший прорыв. Увидеть нечто такое, чего никогда не видел. Испытать что-то, чего никогда не испытывал. Слава Богу. Но это дорогого стоит. Ваша мечта дорогого стоит. Это дорогого стоит. И я снова взял с полки те раритеты, которые помогли мне добиться сегодняшних успехов. Стряхнул с них пыль и сказал, «Начнем сначала». Снова вставать, не свет не заря. Больше времени проводить с Богом. Исповедовать Его Слово. Да так, чтобы отлетало от зубов. Делать все, что нужно. Прикусить язык, закрыть рот. Взять себя в руки, заниматься своим делом, потому что в эти последние дни Бог не будет употреблять никого, кто к этому не готов. вы меня слышите. В олимпийскую сборную никогда не возьмут спортсмена без соответствующей подготовки. Как я уже говорил, на Олимпиаду не едут за бронзой. «Скажи соседу, нам нужно золото». «Я имею в виду золотую медаль». «А то ведь скажут, что я призываю бежать за золотом». «Нет, нет, нет, нет». «Речь о медалях». «Наше золото — это благословение». «Приготовьтесь к благословению». «Приготовьтесь к благословению». «Я никогда не успокоюсь на достигнутом, пока не увижу, что мое благословение распространяется. Пока не увижу, что оно распространяется на мою страну, на людей». Вы меня слышите? Внимательно слушаете? Хорошо. Давайте вспомним библейское определение понятия страха Господня. Притчи 8, 13. «Слава Богу! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! Спасибо Иисус! Аллилуйя! Какой бы сильно ни была атака, благословение превосходит любую атаку. Ваше видение, восприятие и понимание обостряется. Мы входим в эру сверхъестественного. О, Иисус! Кто из вас в это верит? Аллилуйя! Слава Богу! Многие из нас уже вкусили благословение. Вы уже это пережили. И знаете, каково это? Причем это касается не только денег, а затрагивает все сферы жизни. Здоровье, отношения с людьми, радость. Хорошо, давайте прочитаем 13 стих. Готовы? Читаем. «Страх Господень, ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу». Итак, смотрите. Давайте разберемся. Посмотрим, что я об этом знаю. Итак, «Страх Господень, ненавидеть зло». Что такое зло? Развращенность, так? Искажение Божьих установок. Зло — это порок. Это испорченность. Это неправильно. Это что-то, что безнравственно, искажено, испорчено, отравлено, заражено неправильно. Говоря о ненависти, «Если я боюсь Бога, написано, страх Господень ненавидеть зло». Ненавидеть то зло, которое сатана причинил человечеству. Если я ненавижу всё то зло, которое сатана причинил человеку, я исполняюсь Божьего сострадания. Ненависть ко злу должна стать движущей силой вашей жизни. Ненависть. Что такое ненависть? Ненавидеть — значит презирать, испытывать сильную неприязнь, нежелание терпеть что-то в своей жизни. Страх Господень — ненавидеть зло. Испытывать ненависть ко злу, ненавидеть зло. Ненавидеть — значит презирать, испытывать сильную неприязнь, нежелание терпеть что-то в своей жизни. Таким образом, страх Господень — это презрение, сильнейшая неприязнь, нежелание терпеть в своей жизни ничего плохого, отвратительного, безнравственного, вредного, неправильного и никчемного. Если я боюсь Бога, я знаю, что Ему угодно, когда я ненавижу то, что Он ненавидит, и люблю то, что любит Он. Это первый класс. Хотите об этом узнать, читайте Библию. Пока вы не прочитаете Библию и не узнаете об этом, вы попросту не сможете ненавидеть то, что ненавидит Он. Я знаю, что для человека крайне важна мотивация. Понимаете? Я знаю, что должен бояться Бога. Вы хотите сказать, что если я буду бояться Бога, я получу благословение? Но этого мало, чтобы заставить меня бояться Бога. Потому что как я могу ненавидеть то, что Он ненавидит, если Мне это нравится? Вы не поняли. Нельзя ненавидеть то, что Бог ненавидит, пока Вам это нравится. Бог ненавидит блуд, а Вам это нравится. Нельзя бояться Бога. Вы не поняли, речь о страхе перед Богом, а не о том, чтобы прикрыть свой стыд покаянием, чтобы каждый раз отмываться кровью. Суть в том, что я не хочу его ничем обидеть, и моей реакции на грех должно быть резкое «нет». Потому что как только у вас возникают подобные мысли, скажите себе «нет». В голову лезут всякие глупости «нет». Пусть знает, что это не угодно Богу. Это не угодно Богу. Чувствуете, что можете наделать глупости? Нет. Почему? Потому что я боюсь Бога. Это потребует дисциплины, верности и послушания. Но пока вы довольны такой жизнью, уповая на кровь Иисуса, я нисколько ее не умоляю. Слава Богу за нее. Да, вам дана кровь Иисуса, и да, вы праведность Божья, и неплохо знаете Библию. Но означает ли это, что... Ну да, вы можете получить прощение. Да, Бог простит и очистит вас. Но смотрите, Бог не этого хотел. Когда же вы наконец поймете, что огорчили Его? И дело не в том, что Он все равно простит вас. Да, простит. Но я не хочу Его огорчать. Это мой главный мотив. Я не хочу Его огорчать. И не хочу делать что-то только потому, что так надо. Когда я увижу Его, если мою любовь к Нему можно изменить слезами, я пролью реки слез. И если я боюсь Бога, когда все кончится, я вздохну с облегчением. Когда у человека есть откровение о страхе, небеса зовут и манят. Хватит с меня шрамов. На небесах у меня не будет ран. Да, Он исцелит мои раны. Но все же мой главный мотив. Я не хочу Его обидеть. Это самое главное. Я хочу угодить Ему. Я не хочу Его обидеть. Не хочу ничем Его обидеть. Послушайте. А что мне это даст, пастор? Предположим, я хочу этого. Хочу научиться страху Господню. Это задача не одного дня. И я вам гарантирую, что как только вы получите откровение о страхе Господнем, вам предстоит пережить сильнейшую эмоциональную атаку. Вам будет казаться, что вы на грани. Дьявол сделает все, чтобы помешать вам принять откровение о страхе Господнем. Это основа Божьей силы и славы в жизни человека. Но если ради этого вы на все готовы, вас ждет такое благословение, какого вы не знали. Но сначала нужно захотеть. Итак, что нам это даст? Откройте притчи 19.23. Притчи 19.23. Я жажду благословения. Но даже больше того, знаете, что я хочу? Я хочу угодить Богу. Я хочу угодить Богу. Все это я делаю не ради машины, не ради дома, не ради хорошей жизни. Единственное, что мной движет, я хочу угодить Ему. Стоя на пороге небес, я хочу быть уверен, что угодил Ему. Остальное не важно. Это самое главное. Это намного важнее, чем новая работа. Или прибавка к зарплате. Или обновки. Нет, нет, нет. Самое важное. Важнее всего остального. Я хочу угодить Богу. Послушайте. Пока это не так, вы угождаете всем и вся, но не Богу. Смотрите. Притчи 19.23. Давайте прочитаем это все вместе. Готовы? Читаем. Страх Господень ведет к жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен. И зло не постигнет его. Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего. Итак, что мы видим? Это потрясающе. Здесь сказано. Страх Господень, послушайте, ведет к жизни. Зоя. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Страх Господень ведет к жизни с избытком. Страх Господень ведет к жизни с избытком. Это первое. И второе. Человек, имеющий страх Господень, всегда будет доволен. Кто из вас хочет быть по-настоящему довольным? Это затрагивает все сферы жизни. Человек, боящийся Господа, всегда будет доволен. Субтитры создавал DimaTorzok